24 сентября в здании Московской Церкви Благая Весть состоялось 79-е заседание Консультативного Совета глав протестантских церквей России. Совет – это главный совещательный орган протестантских церквей России. Его основными задачами являются координация совместной деятельности по установлению в обществе гражданского мира и согласия, выработка единой позиции во взаимоотношениях с государством и другими религиозными организациями, а также защита прав и свобод верующих. Евангельское движение, оно в целом очень хорошо развивается, оно вписывается в нашу межконфессиональную жизнь России, в общественную жизнь России. Мы касались важнейших моментов, которые помогают соблюдать права человека, свободу совести. Мы обсудили, не только обсудили, но приняли ряд важнейших решений, которые будут способствовать всему этому. И в общем обстановка по отношению к евангельским церквям, в силу того, что сейчас вообще в принципе есть переживания у ряде религий, конфессий Российской Федерации, в целом очень хорошая. Потому что, во-первых, наше единство, наше единство в подходах, наша общая позиция, квалификация тех людей, которые занимаются, и тот профессионализм, который мы достигли во взаимоотношениях и с государством, и друг с другом, я думаю, что он заслуживает такого уважения. В следующем году состоится празднование 150-летия со дня рождения Ивана Проханова, в котором примут участие практически все протестантские церкви. Все еще остро стоит проблематика использования закона Яровой. И, конечно, центральное событие осени – Всероссийский форум «Религия» в контексте политической и конституционно-правовой системы Российской Федерации. Сегодня мы обсуждали вопрос об участии членов Конституционного совета глав протестантских церквей России в предстоящем форуме, который будет называться «Религия» в контексте конституционной и правовой системы Российского государства. Данный форум будет проходить в стенах общественной палаты 16 и 17 октября. И он посвящен юбилейным датам, прежде всего, 25-летию принятия Конституции Российской Федерации. И мы будем обсуждать вопросы, что за эти последние 25 лет произошло в серии государственно-конфессиональных отношений, какие существуют проблемы, куда нам двигаться, как нам решать вопросы. Главы и сопредседатели Конституционного совета подписали обращение в администрацию президента в том, чтобы это было не только и не столько религиозное событие межцерковное, межденоминационное, но и имело общественное значение. Потому что личность Ивана Степановича Проханова, как было сегодня замечено представителем администрации президента, все-таки имеет значение для нашего общества, прежде всего в единстве, взаимодействии как церкви и общества. Я не говорю о церкви и государства, а церкви и общества, потому что мы делаем этот акцент, что он имеет большое значение сегодня в непростое такое время и в нашей стране, и на мировом пространстве единства. При этом культурное значение, влияние на то, которое было оказано и сто лет назад в России, да, и в новой России. Сегодня назрел тот вопрос, чтобы юристы различных конфессий, союзов объединили свои усилия в том, чтобы наша работа была более эффективна и более полезна для созидания нашего общества, для того, чтобы наши конфессии, наши церкви в рамках существующего законодательства немедленно никаких сложностей, потому что по стране способны донести Божье Слово для людей, но, к сожалению, не всегда хорошие юристы и специалисты в области права. Поэтому вот сегодня мы приходим к тому, что нужно более тесное взаимоотношение, более тесное взаимодействие между конфессиями, между юристами, специалистами в этой сфере, чтобы решать наши обычные ежедневные вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Я уверен, что это очень хороший опыт, хорошее начало и все лучшее еще впереди.